МОЛДОВА 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 поддержки Великобритании и о том, что она считает то, что произошло в Великобритании, атакой на суверенитет. Это действительно поддержка через дипломатический канал. То же, что произошло, то, как была выражена поддержка со стороны представителя парламента, сложно назвать какими-то официальными каналами. Я даже не уверен, даже заметили ли это российские источники, либо британские источники. Это все-таки скорее, я думаю, была некая такая декларация, которая была направлена больше на внутренний рынок, для того, чтобы подчеркнуть внутри Республики Молдова, что демократическая партия является проевропейской партией, а даже единственной возможной, единственной проевропейской партией, которая выступает за прозападный курс Республики Молдова. А что касается взаимоотношений Молдовы и Великобритании, вы знаете, они имеют очень давнюю историю. То есть Великобритания очень массировано, серьезно поддерживала в том числе правительство коммунистов, начиная с 2001 по 2009 год. И эта поддержка выражалась абсолютно во всем, и в формативных реформах, и в преднестровском урегулировании. То есть была очень такая тесная взаимосвязь между двумя странами. Да и вообще Республика Молдова оказывала эту, вернее, вообще Великобритания оказывала эту поддержку постоянно. Я уверен, что в случае, если бы в Республике Молдова было бы правительство социалистов, допустим, во главе с Игорем Николаевичем Дадоном, то эта поддержка бы продолжалась, и он бы ее с большим удовольствием принял. С прискорбием вынуждена вам сообщить, что вы не очень хорошо информированы. Потому что вы, когда говорили об официальных каких-то, не знаю, контактах, то есть вообще не согласна, что пост в Фейсбуке это мало, потому что господин президент Трамп вообще очень многие вещи пишут просто в Твиттере, это как бы весь мир знает, что это позиция. Но я хочу сказать, что вы недооцениваете наш МИД. Дело в том, что вчера же посол Люси Джойс имела беседу с генеральным секретарем нашего МИДа, после которой была представлена нам в пресс-релизе информация, что это госпожа посол представила позицию британского правительства по отравлению в Лондоне. Это была цитата. То есть, понимаете, я хочу сказать к тому, что были и официальные контакты. И вот после этой встречи появился пост господина спикера. Поэтому давайте все-таки мы будем относиться к словам председателя парламента. Достаточно. Я уверен, что то же самое сделали послы абсолютно по всему миру. Везде. То есть официальные контакты состоялись. Они везде состоялись. Мы будем об этом говорить. Я не углублялся бы в эту тему. Главное состоит в том, что да, это Фейсбук, все понятно. Нет, это важно. Нет, я и говорю, что важно то, что кто этот пост сделал. Это сделал представитель парламента. И ясное дело, что это не в частном порядке. Тут все понятно. Это позиция. Но на мой взгляд, мягко говоря, непродуманная. Если так жестко сказать, она неумная. Потому что почему? Объясняю. А это другой вопрос. Да, потому что Молдова, какой главный внутренний вопрос и внешний для Молдовы, вообще в целом на протяжении многого времени, длительного времени. Это проблема, преднестровский конфликт. Каждый, очень часто представители Молдовы на разных уровнях говорят о том, что необходимо решить преднестровский конфликт. Правильно? Правильно. Я бы отделяла, что говорят и какая проблема на самом деле. Я просто говорю о том, о чем должны думать молдавские политики. Значит, всем понятно, что без участия России решить эту проблему невозможно. Я не знаю, может они забыли, что Россия на протяжении длительного времени подчеркивает на всех уровнях о том, что выступает за территориальную целостность Молдовы. Тем самым сохраняя окно возможностей для молдавской дипломатии. В данном случае лишний раз, это же не первый раз, а многократно, пиная, плюясь, скажем так, высказывая какие-то неприятные вещи на восток. Как будто специально надеются на то, чтобы была какая-то негативная реакция. Какая может быть негативная реакция? Она может быть разнообразной. Нельзя не придумать о том, что может быть, что может последовать. Я просто хочу привести пример, скажем, что Грузия, она потеряла возможность сохранить свою территориальную целостность. Потому что зашла слишком далеко в своих внешнепаридических акциях по отношению к России. Может кому-то кто-то будет пророссийским, кто-то будет антироссийским. Не важно. Надо учитывать реальную политику, реальный расклад ситуации. Молдова находится в этом регионе и не переместится очень далеко. И вот лишний раз позволяет себе такие выпады, которые никакой практической пользы, кроме того, что я говорил, чтобы закрыли глаза на какие-то нарушения на выборах. Я вот не вижу в этом. Потому что если бы он это заявление не сделал, этот пост, мир бы перевернулся. Или Великобритания бы почувствовала себя очень глубоко обиженной. Это хороший вопрос. Поэтому я говорю, что это скорее всего, мягко говоря, не продуманно, а вот грубо я вам рассказал. Ну, вообще существует ради справедливости, нужно сказать, две точки зрения. Первая точка зрения освоится к тому, что господин Канду сам взял это после того, как он пообщался с генеральным секретарем МИДа или с министром иностранных дел после этой беседы. Он взял это и написал. Вторая точка зрения как раз заключается в том, что его настойчиво попросили это сделать. Когда весь мир, прогрессивное человечество, как раньше говорили, они все солидарны. В Великобритании, которая заявила, что это атака на ее суверенитет. Молдова должна тоже сказать свое слово. Вам какая точка зрения ближе? Я не думаю, что кто-то кого-то о чем-то просил. Я еще раз повторю, чтобы можно так отойти от этого субъекта, потому что есть намного более интересные темы. Я думаю, что смысл и цель этого заявления была двоякой. Первое, это внутренняя аудитория. Подчеркнуть для того сегмента молдавского общества, который выступает за прозападный курс и придерживается этой точки зрения, что вот мы, демократическая партия, мы с вами, мы хотим вести вас в светлое европейское будущее. Это первое. А второе, конечно, это показать и западным партнерам, в том числе, что мы с вами. Да, потому что, ну, конечно же, геополитическая конфронтация в регионе никто не отменял. Но тут есть один очень-очень важный момент, на который я хотел бы привлечь, которому я хотел бы привлечь ваше внимание. Наше правительство пока красных линий в отношениях с Россией не переходило. И очень-очень важно, чтобы действительно, как говорил коллега, эти красные линии мы не заходили. Чтобы мы за них не заходили. Почему? Да потому что мы просто банально не в силах выдержать в какой-либо конфронтации между Западом и Востоком. Потому что, в первую очередь, до такой конфронтации здесь, в Республике Молдова, пострадаем мы сами. И здесь действительно должна быть очень ответственная политика. Заявления, Фейсбук, выпады — это одно. А реальная политика, например, договор от 92-го года, который, в принципе, является сейчас базой определенной. Например, договор о дружбе и сотрудничестве, который никто не отменял. То есть есть реальная политика, реальные шаги. И вот там действительно важно за красные линии не заходить. И я объясню вам, почему. Вы знаете, мне вообще в последнее время ситуация напоминает такие самые худшие годы Второй мировой войны. Ой, Второй мировой, холодной войны. То есть вспомните, что в холодную войну на самом деле конфронтации всегда происходили в третьих странах. Вспомните Африку. Ангола, Мали, Сомали, многие другие страны. Карибский кризис — это уже в Латинской Америке. Никарагуа, Гондурас. То есть там Соединенные Штаты Америки и Россия друг с другом боролись через третьи силы. За влияние. За то, чтобы они там обладали доминирующей силой. Вот прежде чем вы начнете говорить о влиянии. И в конечном итоге, я только закончу свою мысль. В конечном итоге больше всех страдали эти сами страны, которые потом на долгие-долгие годы, вперед, десятилетия, а то даже и столетия, просто отбрасывались назад в своем развитии. И вот из этого для нас всех нужно делать соответствующий вывод. То есть, что у нас есть свои собственные интересы, и нам нужны эти интересы в этой конфронтации между Западом и Востоком преследовать рационально. Абсолютно точно. Вот хотя бы ради проформы, например, после беседы с послом Великобритании можно было бы выслушать точку зрения посла Мухамедшина. Но это было бы, наверное, правильно. Так, вот если рассудить по дипломатическим каким-то канонам. Но этого сделано не было, что тоже навевает на определенные мысли. Ну и, конечно, не могу вам не ответить по поводу недооценки. Вот вы говорите, ну это какое-то заявление в каких-то соцсетях. Ну, Господин Кульминский, давайте не будем лукавить. Это заявление сделано не кем-то, сделано публичным человеком, сделано самостоятельно. Вот уже сутки оно, его комментируют все. Человек не опровергает ничего, не говорит. То есть, да, давайте относиться к нему серьезно. Потому что у нас был прецедент, когда тот же господин Канду опубликовал первый отчет Кролл где? У себя в Фейсбуке. Понимаете? То есть у нас люди относятся к тому, что пишут государственные наши деятели в социальных сетях, очень внимательно и очень серьезно. Поэтому мне кажется, что здесь вы не очень правы. Господин Тодо, вы как считаете? Я здесь соглашусь с коллегой по отношению того, что в ситуации, когда великие державы между собой находятся в состоянии очень тяжелой борьбы, нужно руководству Молдовы проявлять как можно больше прагматизма. Никакого прагматизма они не проявляют. Более того, делают все возможное для того, чтобы стать в строй этой борьбы. Причем на передовой. То есть занять одну из сторон? Они уже заняли эту сторону, но я сомневаюсь, что они как следует ознакомились с мнением граждан на этот счет. А хотят ли граждане быть на передовой этой борьбы между Западом и Востоком? Я углублю ваши мысли на предмет того, что я не сравнил бы это с Холодной войной. Ситуация зашла дальше, чем Холодная война, потому что никогда даже во время Холодной войны такой конфронтации между Западом и Востоком не было. Во-первых, никогда лидеры, ведущие государство мира, не использовали такую риторику в отношениях мира с собой. Ни Брежнев, ни Хрущев, ни Черчилль, ни Деголь, ни остальные. Ни Аденауэр и так далее. Они не поздравлялись об этом. Ни они, ни их подчиненные. Это вы сегодня про высказывание министра обороны Великобритании, который посоветовал русским заткнуться. Да, шаттап. Понимаете, мы наблюдаем ситуации, которые до последних 150 лет мировой политики не наблюдалось. Не было такого. Я не беру ранний 19 век, 18 и так далее. Берем 20-е столетие. Такого не было никогда, чтобы лидеры ведущих стран мира позволяли себе такие высказывания в адрес друг друга. Существовал определенный политез, уважение. Могли воевать где-нибудь в третьих странах, как во Вьетнаме или в Корее, но в официальных отношениях не позволяли себе такого. Да, могли газеты разные высказывать что-то, карикатуры рисовать и так далее, пропагандисты что-то такое высказывать. Но лидеры... Поддерживать свои силы в Италии, Греции и во многих других странах. Да, но лидеры соблюдали политез. Мы наблюдаем ситуации, когда международные отношения деградируют. На наших глазах деградировали. И заявление господина министра обороны Великобритании лишний раз подчеркивает, что мы дошли до... Мы говорим о красных линиях. Весь мир дошел до красной черты. Что, собственно, дальше? Дальше это, получается, столкновение в третьей стране. Это либо Сирия, либо какая-нибудь другая страна. А потом эскалация. Сначала обычными видами вооружения, не говоря уже о том, что может быть и дальше. И я не вижу, к сожалению, не вижу, чтобы в международной политике нашлись такие люди, которые бы смогли бы хотя бы сказать, остановитесь, подумайте, что случилось. Вообще, о чем речь? В какой связи господин этот министр обороны Великобритании это сказал? По поводу чего? По поводу инцидента, отравления некого человека. Секундочку, секундочку. Вот представим себе руководство России в Москве. Они специально накануне выборов совершили этот акт агрессии против Великобритании. Специально за несколько дней до выборов, чтобы осложнить себе все, что можно перед выборами или перед чемпионатами мира. Вот неужели Великобритания, американцы в Европе думают, что в Москве настолько не умеют заглядывать вперед? Если британцы опускаются до такого уровня, почему они считают, извините, придурками других? Вот у меня возникает допрос. Светлана Тодо, вам ответили, по-моему, это выражение теперь войдет в историю. Highly likely. Да? Вот весьма вероятно. Очень вероятно. Вот меня, например, тоже это смутило, что когда Тереза Мэй выступила, то есть вот это выражение было использовано. И теперь вот очень часто пишут highly likely, highly likely. И мы можем сейчас с вами тоже его использовать и говорить в отношении наших прогнозов. Я вам скажу больше. Я очень опасаюсь. Слишком много событий неприятных происходит вот перед выборами в России. И я не хотел бы быть пророком, но я очень боюсь, что сегодня, завтра, послезавтра, вот момент, когда вот осталось несколько дней до выборов, потом будет процесс подсчета голосов, потом реакция западных держав. Я очень боюсь, что в эти дни тоже что-то случится. В Москве или за границей России. И такая, скажем так, очень своевременная гибель какого-либо оппозиционера или очередного какого-нибудь там несчастного бывшего сотрудника спецслужб. Мне кажется, что вот отношения международные дошли до такого состояния, когда все возможно. И Запад настолько ослеплен своей ненависти к руководству России, что, мне кажется, готов пойти на все. И возникает вопрос, собственно говоря, а стоит ли это конечная цель для тех мер, которые они собираются предпринять и еще предпримут. Если у вас есть реплика, если можно коротком, что вопросы еще есть? Конечно. Я думаю, что не только Запад виноват в этом скатывании конфронтации. Вообще, недавно мы даже слышали такую фразу, как «не нужно угрожать ядерной державе», если вы помните. И, по-моему, если я не ошибаюсь, она исходила от президента России. Я не помню, во время Холодной войны, даже во время Карибского кризиса, когда, в принципе, как бы советские ядерные ракеты были нацелены на территорию США, я не помню, чтобы кто-то тогда говорил о возможности ядерной конфронтации между великими державами. То есть, и я согласен, что этот обмен угрозами, обмен репликами, он действительно чревает очень значительными серьезными последствиями. Идея заключается в том, что тут, мне кажется, общий знаменатель для всех политиков Республики Молдова, это то, что нам в этой конфронтации быть посередине или участвовать, тем более в ней, уж точно не с руки. Потому что будет, конечно же, всегда себе дороже. И мы это в своей истории уже проходили. Но мы уже участвуем. Мы не участвуем. Вот Господа считает, что мы уже заняли одну. И, честно говоря, я... Я не стал бы нагнетать в этом смысле истерику, потому что мы в этом не участвуем. Мы обмениваемся декларациями, выступаем с заявлениями. Но еще раз вам подчеркну одну очень важную мысль. На уровне реальных шагов и реальной политики пока такого рода действий, которые бы перешли красные линии, не было. Я приведу вам один пример. Я хотела бы понять одну вещь. Вот смотрите, целый председатель парламента пишет, что вот мы готовы, значит, как он сказал, оказать всю необходимую поддержку. Вот я только хотела бы, чтобы мы сейчас... Великобритания не выдержит, не выживет без этого. Чтобы мы сейчас... Давайте предположим, что имел недолго... Я думаю, что Тереза Мэй долго будет искать нас на карте. Не скажите. Я вам уже это озвучил. Не скажите. Вот, Зураб, вот какую необходимую поддержку могла бы теоретически оказать Молдова? Кибероружием, скорее всего. Ну нет, я думаю, самая эффективная поддержка – это найти отравителя в Молдове. Кто-то отравил этого несчастного человека. И посадить его лет так и так на 15. Ну, естественно, да. То есть найти заговор вот здесь, в Молдавии. Был задуман план отравления в Лондоне и его осуществлен. Вот если бы они это сделали, я думаю, это было бы очень... Я придумал просто несколько примеров того, что такое реальные действия, которые ведут к необратимым последствиям. Я хочу разобраться с тем, что имел в виду председатель парламента. Это очень важно. Он говорил о коллективном инстинкте самосохранения. Вы вообще читали его полосы? Я очень внимательно читал. Да, значит, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Я очень внимательно читал. И вот прозвучала эта фраза. И вот все, знаете, сутки гадают. Как же мы будем помогать бедным англичанам? Кто эти все, Людмила? Ну, кто все? Господи, аналитики наши уже прокомментировали. Аналитики наши говорят по поводу вспышек на Марс. И зайдите в соцсети, это самая популярная тема до сих пор, честное слово. Ну, это аналитики. Понятное дело, да? Фейсбук трещит, гремит, но на самом деле, как бы в области реальной... Вот реальная политика, это что такое? Вот я знаю там, вот там Бисмарк, например, в 1870 году подделал телеграмму, которая спровоцировала войну во Францию. Он сделал это с Францией. А вы знаете, раньше еще войны были, еще была черная метка. Ну, давайте, мы не будем сейчас скатываться и, значит, исторически, да? Я все-таки хотела бы, чтобы мы вернулись к новой. То есть, когда люди действительно хотят этой конфронтации, вот когда мы хотим, вот знаете, как бы мы говорим, все, мы с Россией входим там в жесткий клинч, мы ищем конфронтацию. Гостой Кульминский, вы сейчас говорите, что наш председатель парламента написал не весь что и не имел ничего в виду конкретного. Нет, он просто работал на внутреннюю аудиторию и хотел почерпнуть для своих западных партнеров, что мы с вами. А реальность практических последствий это иметь не будет. Мы не говорим о последствиях, мы говорим, секундочку, мы говорим о позиции Республики Молдова, мы говорим о ее внешнеполитической концепции, понимаете, это важно. То, что мы говорим. Пожалуйста. Я думаю, что меньше всего это заявление было рассчитано на внутреннюю аудиторию, потому что не думаю, что так много людей в Молдове интересуются деталями того, что произошло в Лондоне. Больше заботят все-таки внутренние ситуации, приближающиеся выборы и муниципальные, и парламентские. Поэтому я все-таки уверен, что подоплека была другая. Подчеркнуть свою лояльность Западу, про выборы я уже сказал. И это тоже. И продемонстрировать, что они верные бойцы. Я вернусь к нашей внешней политике, Зураб, если позволите. Вот смотрите, раньше, когда у нас сделали какое-то заявление, у нас что говорили? Поддерживали ту или иную страну, что-то нам нравилось. Особенно, когда помощь нам предоставляли. ЛЗС больше всего любит нашу власть. И вот в Урсток говорили, говорили, смотрите, самое главное, что это все во имя евроинтеграции. И вся наша политика, она направлена на то, чтобы мы год за годом достигали вот этих критерий. Но вот случай с Британией, я не могу понять. Мы все знаем, что Британия далеко не сторонник Евросоюза. И вот списать всю нашу эту поддержку сейчас на евроинтеграцию, как мы любим это делать, мы просто физически сейчас не можем. Британия один из толпов западного мира, давайте скажем. Нет, ну у нас так не говорят. У нас говорят о евроинтеграции. Давайте честно. Людмила, вы знаете, вот я, если честно говоря, вы правы. То есть с той точки зрения, что вы говорите, что заявление, заявление. Да если я, например, сейчас посчитаю, сколько заявлений сделал, например, президент Дадон за время своего достаточно короткого президента. А вам нравится больше говорить о заявлении господина Дадон? Нет, я привожу сравнительный пример. Я думаю, что он сделал, наверное, штук 300. Вот честно говоря. А может больше, может 500 заявлений. Ну, имеет право президент, да. Все верно. Так большая часть их из заявлений, давайте отменим договор об ассоциации. Что нам нужно теперь говорить, что нам что? Из-за этого прерывать торговые отношения с Европейским Союзом? То есть я хочу сказать, что эти заявления на самом деле... Нет, ну он не говорил об отмене, он говорил, что нуждается изменение. Дайте я закончу. Я же, я справедливость. Нет, он сказал отменить. Отменить было такое слово, сказано, произнесено, зафиксировано. Ну хорошо, раз вы так уверены, я, например, противоположна. И знаете, эти заявления были нацелены на внутреннюю аудиторию со стороны президента, для того, чтобы убедить его избирателей в том, что он пророссийский, что мы вот там ляжем грудью, значит, остановим натовские танки. И всех евроунионистов, или как они их там называются, значит, мы их всех либо посадим, либо сошлем в Сибирь. И что за эти 500 заявлений, что за ними последовало? Какая практическая политика? Вы сейчас хотите... Я вас перебиваю, потому что мы... Я закончу. Вы уводите... Одно предложение. Я никуда не увожу. Вот это важно. Одно предложение. Про евроинтеграцию. Я вам просто хочу сказать, что это заявление, которое мы слышали, опубликованное в Фейсбуке, можно отнести приблизительно к тому же логическому ряду, как и 500 заявлений господина Дадона, направленные против Европейского Союза и США. Хорошо, раз вы хотите говорить по поводу президента Дадона, я тогда вынуждена вас спросить. Вот хоть в одном заявлении президент Дадон говорил занять одну из сторон в Альянск... В каждом из 500. Подождите, вы же не дослушали вопрос. Я понимаю, у вас нет симпатии к президенту Дадону, но вопрос, послушайте. У меня еще и глубокие симпатии нет. Пожалуйста. Он хоть раз призывал выступить на одной из сторон военного блока? На каких конкретных сторонах? Вот военного блока любого. Какой сторон? Вот российская, как вы наверняка имеете в виду. Он призывал участвовать в российских учениях. Он же самый пророссийский президент Дадон говорил, я в чем-то ошибаюсь. Причем тут пророссийский, он делал такое заявление? Постоянно, Людмила, давайте перелопать его заявление. Хоть одно заявление по поводу участия Молдовы. Здесь можно писать реферат на эту тему. Мы не будем писать реферат. Вы сейчас честно скажете, что по поводу военного блока не было ни одного заявления. А где здесь было заявление по поводу военного блока? Вот, если бы вы слышали мой вопрос. Людмила, послушайте, просто здесь дело в том, что мы абсолютно безответственно. Как делать одни заявления, что мы там будем только с вами, мы все пророссийские, то есть мы ваши... То есть так же и в другом направлении. У нас сейчас с Великобританией намечается практически, не знаю, прекрасное отношение. А вы сейчас пытаетесь мне вот сейчас вспомнить заявление. Военный альянс. Ну, не знаю. Но, кстати, вот насчет военных, Зураб, вам сейчас, чтобы вы не заскучали, вопрос будет. Да, немножко. Вот смотрите, с Россией, да, вот Великобритания получила поддержку, вот это уже не так все смешно, получила поддержку у НАТО. Знаете об этом, да? Ну, естественно, да. Во всем вот в этом, да. А я сижу и думаю, пишут вот такие заявления, вот у нас наши уважаемые спикеры. Вообще помнят о нейтральном статусе? Вот президент Дадон, например, о нейтралитете, говорит по пять раз в день. А вот наша власть, к сожалению, об этом забывает. Господин Тодо. Ну, нейтральный статус нынешнего руководства Молдовы планомерно, последовательно подтачивает. И он все-таки размывается. За время пребывания у власти правой прозападной коалиции, вот, скажем, сравнить уровень нейтралитета, который есть сейчас, и который был лет 10 назад, но разница большая. Размывается. При этом, когда мы задаем прямой вопрос, а на самом деле вы действительно рассматриваете тему втупления НАТО в перспективе, они говорят, нет, не за что, как же, вот, не правильный статус и так далее. Да, отрицают сразу. Вместе с тем, в той же правой коалиции всегда есть люди, которые между собой в кулуарах, тет-а-тет признают. Да, ну, в принципе, отчего, ну, надо уже, сколько можно быть в отрыве от просвещенного, в кавычках, западного мира. Министр обороны у нас прямо говорит не этот, а вот, который у нас был господин Шалару, да, открытым текстом. Открытым текстом, ну, то, что, да, Шалару на языке, это понятно, да. Вот, поэтому с нейтральным статусом очень сложно. Но, опять же, я вернусь к той мысли, которую я выразил раньше, выразил раньше. Молдова находится в этом регионе мира, и в другом она не будет. И если нейтральный статус будет поставлен под угрозу, разумеется, это повлечет очень серьезные последствия. И для внутренней политики, и для внешней, в целом, международного положения Молдовы. Это один момент. Второй момент, если вернуться, вот, к дискуссии по поводу того, что НАТО высказалось за это. Здесь я прослеживаю запланированную. Кстати, простите, в понедельник будет встреча Бориса Джонсона и генерального секретаря НАТО Столтенберга. Я здесь вижу запланированную совершенно акцию. Почему это заявление Канду к этому? Мне тоже напоминает аргументацию Богдана Цирдя, которая связывает вспышку на Марсе с заданной комиссией Молдовы. Я здесь вижу запланированную акцию к выборам в России. Запланированную. Если бы не случилась эта трагедия в Лондоне, предошло что-нибудь другое. Это я убежден в этом. Вы уверены в этом, да? Абсолютно, да. Может быть, даже было заготовлено несколько вот таких комбинаций. Я по-прежнему хочу все-таки вернуться изначально. Хотя бы несколько штрихов к тому, а собственно из-за чего весь сырбор. Ведь забывается о том, что вот с одной стороны уже как бы блок НАТО выстраивается, все общие заявления и так далее. Но забывается же то, что Россия попросила, дайте нам результаты экспертизы. Раз. И дайте материал, которым был отравлен человек. Значит, это, между прочим, соответствует Международной конвенции, если что-то происходит подобного. Которую подписали все европейские страны и Россия в том числе. Если что-то происходит, делится материалами, проводится анализ, собирается комиссия, принимает решение. А Россия отказали получить эти материалы, информацию и так далее. Но при этом ее обвиняют. Я просто хочу сказать, что это была заранее запланированная акция. Если бы не было этого, было бы другое. Что-то еще случится в ближайшие дни, несомненно. Чтобы усилить эффект. Вы пугаете прям нас сейчас. А что пугать-то? Свою уверенностью. Это азы политики. Надо усилить. Вот мы в кулуарах говорили, нужен свой Франц Фердинанд, который погибнет в нужное время. Понимаете? Потому что фамилию мы даже сейчас не вспомним человека, который несчастный погиб. А вот нужна какая-то громкая фигура. Нужен Гаврила Принцеп. Понимаете? Очень необходимо, чтобы это случилось. Необходимо демонизировать Россию, демонизировать ее лидера. Опять же, безотносительно к тому, как относиться к стране. Ну, я для себя, анализируя эту ситуацию, нахожу один ответ. Ну, не нравится Западу, что Россия имеет свой голос. Она усилилась в последнее время. И фактически заявляет о своих интересах, которые распространяются гораздо дальше, чем ее границы. Фактически возвращает себе позиции, которые когда-то были у Советского Союза. Вот не нравится. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы этот процесс остановить. Поэтому мы видим такое безумие, а я называю это безумием, когда из одного частного преступления раздувается международный такой вот пожар. И в этом смысле, возвращаясь к ситуации в Молдавии, надо быть совершенно недальновидным человеком, чтобы активно в это включаться. Потому что в этом пожаре можно сгореть моментально. Ну, потому что, я не знаю, может быть, не проводят эту параллель, что все-таки, да, есть... Просто дальше выборов не хотят смотреть. Главное, на выборах получить нужный результат, получить одобрение Запада и, соответственно, править дальше так же, как они это делали до сих пор. Если следовать вашей логике, то, что чем ближе к парламентским, чем ближе к осени, тем у нас, получается, ярче будет наша внешняя политика. Не ярче, тем больше мы будем стараться доказать внутренней и внешней аудитории, что мы такие прозападные, что нас вас ждет угроза с Востока. Лучше бы доказывали практическими делами. Пусть скажет. Абсолютно верно. Я прошу прощения. Я согласен, что эта повестка дня для Молдовы вообще не актуальна, просто неинтересна. Не эта конфронтация между Западом и Востоком в ситуации, когда у нас ни по одной улице проехать невозможно. Какой Запад, какой Восток? О чем здесь может быть идти речи? Я думаю, что и для президента, и для парламента, и для правительства первоочередной приоритет — это внутренние реформы, трансформация Молдовы хоть в какой-то функциональный механизм. Из этого запорожца, который, по сути, мы сейчас имеем в виде госуправления, давайте хоть какой-то жигули соберем все вместе. А теперь, если можно, я вернусь... Вы знаете, не нужно... Я призвал бы просто и телезрителей, да и вас, Людмила, не истеризировать этой ситуации. То есть, ну, нет, на самом деле... Вы знаете, это обидное слово. Я бы просила вас все-таки корректнее немножечко. Неправильное выражение, но нет в этом, как бы, такой глубоко, далеко идущего какого-то глобального заговора, в котором... Никогда не знала, что анализировать, значит, высказывание председателя парламента — это, значит, истеризировать. Нет, это означает, что делать из этого... Знаете, вы сейчас не знаю, кого больше обидели. Может, его даже, да? Я подумаю. Какие-то далеко идущие выводы. Я не могу. Можно я закончу свою мысль, прошу? Да, можно, потому что... Делать из этого далеко идущие выводы о том, что... У меня есть ответ, да. Далеко идущие выводы о том, что Молдова там, вот как-то там, не знаю, что-то вступила в альянс с западными странами против России, я думаю, преждевременно. Я такое сказала? Ну, такое впечатление складывается, что мы именно туда и идем. Слушайте, вы тоже как... Не в военный альянс, а в... Вы сейчас мне напоминаете Терезу Мэй, который тоже говорит highly likely. У вас складывается впечатление, но я такого не говорила. Это важный нюанс. Это разумеет? Я в боксе на нее не похож. Вы следите, пожалуйста, да, за своими высказываниями. Если вы дадите две минуты, потому что как бы в ответ на реплику о нейтралитете. Ну, смотрите, нейтралитет, это штука такая, опять же таки, которую нельзя решать однобоко. То есть Молдова сейчас, я думаю, вы с этим согласитесь, и Зураб с этим согласится, не нейтральная страна. Разве мы сейчас нейтральная страна, де-факто? Скажите мне, пожалуйста, мы нейтральная страна? Это был вопрос. Де-факто... Нет, Де-юре, да. Почему? Потому что страна находится в орбите политики определенного блока. Вот вы мне ответьте, пожалуйста, что такое нейтральная страна. Ответьте ему, пожалуйста, я уже отвечала в эфире на этот вопрос, теперь в вашу очередь, и мы пойдем дальше, пожалуйста. И являемся ли мы нейтральной страной? Мы ликбезом будем заниматься сейчас. Нет, ну не ликбезом, но это интересно. Вы говорите, что мы нейтральная страна. Господин Кульминский, вы умеете тем, что он любит говорить... Это равноудаленность от центров силы, если так говорить общо. Равноудаленность от центров силы. Не отсутствия вашей территории. Не участие в различного рода сомнительных каких-то акциях, мероприятиях. Я говорила с вами уже на эту тему, я не стану решиваться. Давайте так, чтобы долго не рассказывать, не устраивать здесь лекцию. Просто есть страна, Швеция, вот нейтральная страна, образец. Швеция нет, она не международно принята. Швейцария. Дальше, значит, Швейцария и Австрия. Швеция тоже на ней нейтральная страна. Они сами-сами провозгласили. Ну сами, мы не будем углубляться сейчас в детали. Я говорю, ну хорошо, не нравится Швеция, давайте Австрия. У Швеции есть войска на ее территории? У Швейцарии есть войска на ее территории? В Австрии они есть? В Таджикистане есть? Вы к чему ведете? К Приднестровью? Я по Приднестровью сказал. То есть мы не нейтральная страна, а Ди Юры, правильно? Потому что все, включая партию коммунистов и включая партию социалистов, делят российское присутствие на две составляющие. Первая, это миротворцы, которые находятся там в соответствии с договором от 1992 года. И второе, это те, которые охраняют склады ОГРВ. Если я не сильно ошибаюсь, коммунистическая партия вносила минимум три раза в Организацию объединенных наций резолюцию с просьбой о выводе вот этой второй составляющей с территории Республики Молдова, потому что это нарушает нейтралитет Республики Молдова. Мне интересно, господин президент с этим согласен или нет? Господин Кульминский, вы его спросите. Я хочу просто сказать, что господин Кульминский отличается всегда тем, что он приходит на эфиры и хочет навязывать всегда то, что мы говорили. Ну это разумно, я бы тоже навязывал. Поэтому вы не всегда отвечаете на эти вопросы, мы пойдем непосредственно по теме. А тема у нас сегодня внешняя политика. Вот смотрите, вот народ интересует, вот вы говорите внешняя политика. Вот сейчас вам докажу, что внешняя политика значит очень много для Республики Молдова в плане экономики. Потому что вот сейчас уже не в Фейсбуке, а есть официальные заявления. Значит, спикер парламента Канду совместно со спикером Верховной Рады, господин Порубий, выступили с заявлением против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Вот почему Украина выступила против строительства, я, например, понимаю. Господин Тодо, а вы понимаете, почему господин Канду официально, не через Фейсбук, вот почему в данной ситуации мы так поддержали, зачем нам это надо? Если мы понимаем, что мы с газом, вот у нас такая ситуация, зачем это? Ну, по тем же самым причинам, что и поддержали Великобританию. Я не хочу просто повторяться. Те же самые причины. И поэтому фактически мы не ненужная страна. Да. А я просто удивляюсь, опять же, но нашли бы какую-нибудь другую тему. Есть, ну пусть даже Приднестровье. По Приднестровье вот есть очень благодатная тема действительно, соблюдать вот эти договоры, вести переговоры и так далее. Просто тема, понятно, она сложная, и здесь не так ярко это прозвучит, как вот по газу или как по проблеме, которое было, преступление, которое совершилось в Великобритании. Поэтому, но опять же, и здесь мы наблюдаем то, что и по заявлению по Великобритании, а именно, газ-то мы все-таки пока получаем из России. Можно было как-то, в общем-то, тоже подумать об этом. Потому что разговоры о поставках из Румынии и других стран Запада пока остались только разговорами. Мы просто знаем, как Украина в четыре раза дороже покупает. Ну, это, опять же, я вижу здесь просто беспомощность политическую. Потому что, ну хорошо, сделали это заявление, опять же, какие последствия. Но в основном неприятные, конечно. Дело в том, что придет время, придет момент такой, да, когда это количество этих неприятных для одной из сторон заявлений станет критическим, да, и какое-нибудь еще очередное заявление, они так подумают, ну давай, сделай заявление очередное, плюнь еще раз. Плюнут. Может последовать такая ветка. Такое бывает. Понимаете? Вот медведь проснется и как двинет слегка лапой. И все, это нам надо или нет? Вот на Лаве это надо или нет? Вот Грузия, еще раз повторяю, вот есть Грузия, да, она на себе это все почувствовала. Почувствовала, неужели, я вот удивляюсь тому, что господа молдавские политики не понимают, не способны увидеть что-то за пределами своих границ. Вот только выборы, только чтобы их признали, только чтобы дали денег, вот круг главных задач, которых интересует. А то, что существует вообще мировая какая-то политика и так далее, абсолютно, примеры других стран. Господин Кульминский, вот здесь, видите, уже есть и конкретное заявление, и конкретное, вот я вам уже доказываю, экономическую целесообразность, тоже вроде вот заявление. Вот а это как вы можете прокомментировать? Не, ну конечно, это... То есть это уже не истерика, да? Это так. Что не истерика? Вот то, что я сейчас вопрос задаю, тоже важно. Нет, это совсем не истерика, это опять же таки вписывается в ту же самую логику. Хорошо. Вот. Ну а что будет, например, если нас просто от газа отрежут? Что будет? Тоже хороший вопрос. Вот не сам с вами спорить. Нет, что будет, если, допустим, все-таки, то есть, понятно... Будем надеяться, что до этого не дойдет, но просто альтернатив пока нету. Но если Северный поток построят, то вполне могут, разве нет? Ну как, его надо еще построить. Нет, но они его построят и отрежут нас от газа. То есть наши боятся вот этого, что вдруг они построят, и вдруг от нас отрежут, и на всякий случай... Государственная политика, это все-таки, как бы, в меньшей степени, как бы, лозунги и пропаганда, в большей степени это прагматический расчет. Я согласен, что этого заявления можно было спокойно... То есть это была хорошая возможность промолчать, как когда-то сказал, значит, президент Франции Жак Ширак в отношении, если я не ошибаюсь, Болгарии или Румынии. Вот. Вы понимаете, у нас все политики, Зураб, то, что вы говорите, у нас, к сожалению, все политики тянут страну в разные стороны. И у нас есть очень хороший пример того, очень плохой пример того, как это происходило в Украине. Давайте вспомним, что делал Янукович, да, то есть когда он декларировал свою нереальную абсолютно любовь к России, потом он вдруг задекларировал свою любовь к Соединенным Штатам Америки и к Европейскому Союзу, потом опять к России, и в конечном итоге пострадала только страна, сама Украина. И вот это, в первую очередь, я думаю, для нас должно быть самым таким ярким примером, от которого нам... Так вот я, извините, продолжение. Зураб, простите, пусть договорит. Вы говорите, да, то есть как бы уклон в сторону Запада, действительно. Но если альтернатива будет резкий крен в сторону России, то есть здесь нужна просто хорошая, нормальная, продуманная, прагматичная, без лозунгов и без какой-то там глубокой идеологии, политика, которая преследовала бы молдавские интересы. Ведь ни для кого же, наверное, не секрет, что у Молдовы есть свои собственные интересы, которые не совпадают ни с интересами России, ни с интересами Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Так вот я до сих пор, к огромному сожалению, в Республике Молдова еще не видел правительства, которое бы занималось бы продвижением этих интересов. В Республике Молдова, которая отличная от российских... То есть вы сейчас присоединяетесь к тому, что это заявление было лишним? Вы сказали его... Ну оно лишнее, но я опять же таки не вижу в нем какого-то большого там... И здесь не видите. Это политика. Это политика как бы... Ну да, Россия там примет это к сведению, но сказать, что из-за этого заявления Россия там последуют какие-то глобальные последствия для Республики Молдова, я бы не стал. Тогда углубляю вопрос, потому что вот одно заявление, второе заявление, а вот до этого действия были, да? То есть мы не будем сейчас перечислять то, что было сделано в молдороссийских отношениях. Ну вот паршивые, мягко говоря, у нас сейчас молдороссийские отношения. Значит, наши у нас в МИДе, например, считают, что Россия виновата, и представители Демпартии тоже в этом абсолютно убеждены. Значит, позиция России нам тоже ясна, что они точности до наоборот. У меня, в принципе, другой вопрос. Вот глядя на вот это все, скажите, пожалуйста, господа, вы такие вот серьезные политологи, что вы можете мне сейчас сказать по поводу концепции молдавской внешней политики, которую продвигает молдавское правительство во главе с молдавским МИДом. Господин Тодо, вот проанализируйте, пожалуйста, эту картину. Одно слово. Это что? Конъюнктурное. Ну я прошу прощения. Ну давайте, пусть мы скажем, как господин Тодо. Понимаете, конъюнктурное предполагает хотя бы какой-то минимальный прагматизм. Его и близко нет. Вот совершенно верно отметили пример Украины. Я неоднократно раньше говорил о том, что этот пример как будто специально Богом дан Молдове, чтобы не повторить тех ошибок, которые были там сделаны. Но мы видим... И для этого у нас есть все предпосылки, что сама... Но мы как раз видим, что руководство Молдово правящей группировки абсолютно не воспринимает этот опыт. И делает все возможное, чтобы мы пошли по этому пути. Что касается концепции, о чем вы говорите, нет никакой концепции. Концепция одна. Это продолжать делать все то, что они делали до сих пор. Какое интересное название прямо у вас. Ну да, именно. Я не просто скажу, что тут весь общество, вся страна знает о том, что творилось до сих пор. Начиная с кражи миллиарда, кончая всеми остальными прелестями, в кавычках. Из плюсов можно назвать только, да, подписали соглашение об ассоциации. Плюс, безусловно. Но минусов... И визовый режим. Ну, это как бы... И визовый режим, да. Я подразумевал, что это связано. Короче говоря, негативов слишком много. Концепция одна. Выиграть на выборах любой ценой. Сохранить правящую группировку у власти. Все привилегии, которые с этим связаны. И дербанить так и дальше. Бюджет, кредиты, гранты, которые дает Запад. И делать все возможное, чтобы западники меньше журили. Пускать им пыль в глаза и на место. Ну, да, да. Я думаю, западники давно уже все эти правила игры поняли. И здесь делают вид, что проводят реформы. А там делают вид, что их видят и понимают. Потому что когда в очередной раз тот или иной министр... Уже 10 лет прошло. За 10 лет есть история разных стран. За 10 лет колоссальное преобразование делали. 10 лет повторяют одно и то же. Мы соберемся провести очередные реформы в нашем министерстве. Поняла. Гасим Кульминский, я просто напомню телезрителям, что вы работали в МИДе. То есть вам наверняка это все... Я в МИДе не работал. Не в МИДе, да? Не в МИДе, да? Я был советником премьер-министра. По вопросам Приднестровья. Не по внешней политике. То есть вы никак с дипломатами были с нами? Нет, с дипломатами, конечно, это моя специальность. Ну, вот скажите, пожалуйста. Хорошо, не работали, но связано. Вот то, что у нас сейчас происходит. Какую концепцию увидели? Я могу очень точно ответить на этот вопрос. И я продолжу в этом отношении мысль коллеги. Сделать одолжение. Абсолютно согласен с тем, что всем тем элитам, которые находились у власти в Республике Молдова, крайне выгодно такое положение дел. То есть, по сути, Республика Молдова является неким буферным образованием, которое не входит сейчас ни в сферу влияния Запада, ни в сферу влияния Востока. И правительство здесь создает свои правила, меняет эти правила, так, как им нужно, так, как им хочется. Конечно. Из этого зарабатываются сумасшедшие деньги. Из государственных предприятий, которых у нас там что-то 750, по-моему, если я не ошибаюсь. Нет, 806. Бои 40. 806 государственных предприятий. Представляете себе, какая эффективная у нас государственная машина управления. Оттуда выкачиваются деньги, прибыль частная, а долги государственные. Я прошу прощения, мало времени. Все-таки есть концепция. И вот эта концепция называется серой зоной, буферной зоной между Западом и Востоком. И вот именно поэтому, мне кажется, что это всем очень удобно, что всех это, по крайней мере, внутри Молдовы, это очень устраивает. Потому что из этого можно выкачивать отличные дивиденды. Из этого можно выкачивать отличные дивиденды. Нам уже сделали замечание, не нужно африканские страны. Людмила, вот именно поэтому я настолько скептически отношусь к заявлениям нынешнего руководства Молдовы о том, что мы движемся в сторону Европейского Союза. Никуда мы не движемся. Мы висим в качестве серой зоны. И единственный способ для нас из этой серой зоны выйти, реально начать проводить здесь реформы и трансформировать нас во что-то функциональное. А этого нет. И поэтому я думаю, что вот в этой серой зоне, по крайней мере, в ближайшей перспективе, если у нас ничего не поменяется, не поменяется правительство, не поменяются люди во власти, которые будут ответственно относиться к своей стране. Если можно, я приведу только одну цитату одного своего коллеги из Великобритании. Он сказал, друзья, вы неправильно понимаете суверенитет. Суверенитет — это не когда вы с Россией или с Европой. Суверенитет — это когда ваша правящая верхушка — люди во власти. И что им когда даже в голову не может прийти мысль о том, что государство может использовать в своих собственных личных интересах. Вот это суверенитет. И мне, в принципе, к этому добавить больше нечего. Да, это вы хорошо на него сослались. Я все-таки чуть-чуть по-другому понимаю суверенитет, но не стану сейчас спорить с таким высказыванием. По два слова. Вот эти шаги, которые были сделаны, о которых мы сегодня говорили. Вот, как вы говорите, медведь проснется, лапы двинут. Я не верю в то, что в России, как сказать, это совсем не заметят. Хотя бы потому, что господин Мухаммедшин по долгу службы каждый день садится и пишет ноту. И в этой ноте совершенно четко будет процитирован наш председатель парламента. Вот эти все шаги. Это делается. Это их работа. Тем более, вы знаете, не мне вас учить. Вот чем-то для Молдовы это обернется? Очень коротко. По одному предложению. Ну, я говорил, что может наступить предел терпения. Рано или поздно может обернуться. Для того, чтобы этого не случилось, руководство Молдовы надо, вот совершенно тоже было верно сказано, вернуться к прагматичной внешней, внутренней политике. И помнить о том, что есть свои интересы. И не исследовать фарватеры Запада, не исследовать фарватеры Востока. Определить вот эти вот интересы и двигаться по ним там, где совпадают. Да, естественно. Короче, быть равноудаленным. В то же время, ну, есть примеры стран. Например, Азербайджан. Удачно лавирует между западом и востоками. И только выигрывает от этого. Есть другие страны. Узбекистан. Я имею в виду из бывшего Советского Союза. Есть, в Европе можно привести примеры. Нельзя быть таким узколобом и таким ограниченным в своих действиях. Я прошу прощения. Я вас вынуждена прервать. Господин Кулиминский. Я думаю, последствия будут таковыми, что Россия будет делать все возможное для того, чтобы демократическая партия не вернулась к власти в рамках парламентских выборов. Скорее всего, наверное, так. Ну, видите, вы говорите, что и не заметят. Благодарю вас. Главное, чтобы от этого не пострадала Молдова. Да, а мы вообще все, вот всю программу нашу говорили о том, что нам нужно думать, прежде всего, о Молдове. Мы, конечно, могли бы с вами там увлечься и пытаться понять, кто же все-таки отравил господина Скрипаль. Но мне кажется, что это было бы все-таки не очень логично с нашей стороны. Мы не будем уподобляться тем, кто может комментировать все. Благодарю вас за то, что принимали участие в нашей программе. Вот подводим сейчас итоги телевотинга. Зураб, 609 телезрителей сказали, что разделяют вашу позицию. Господин Кульминский, 54. Ну, любой результат, это и есть результат. Поэтому мы благодарим тех, кто звонил и высказывался по этому поводу. На самом деле, нам очень важно ваше мнение. Спасибо вам за то, что вы звоните и принимаете участие тем самым в нашей программе. Ну, и вас, конечно, как всегда, мы ждем. Приходите, будем комментировать. Спасибо, которая нас поддержала. Что ж, вы смотрели программу «Делы принципа». Я желаю вам всего самого доброго. Доброй ночи.